Док Девоз 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 из ничего, с двух человек, с моего отца Ричида Уоса и с его друга, которому мы учились вместе в школе, который звали Джей Ван Эмдл. Они были приятелями, занимались прямыми продажами и в 1959 году основали компанию Amway. Почувствовали, что рынок существует для подобной продукции, есть желание людей заниматься независимым предпринимательством и при наличии необходимой поддержки, а также хорошего ассортиментного ряда, можно попытаться это дело развернуть. Люди смогут заработать деньги, а потом и помочь другим заработать деньги. Все было очень просто, начали с одного продукта. Компания тогда находилась в маленьком городке под названием Айда, в штате Мичиган. По мере того, как компания росла, продукты стали добавляться, ассортиментный ряд расширялся. Мы добавили товары по уходу за домом, косметику, мультивитамины и мультиминеральные добавки. И на сегодняшний день компания, которая началась практически в 1959 году и в 60-х годах ввела свою деятельность только на территории США, стала расширяться. Это расширение было базировано на региональном принципе. И на сегодняшний день, как вы знаете, мы работаем во многих странах мира. То есть это пример, как независимые предприниматели за полвека могут практически подняться от нуля до миллиардных оборотов. Но вот скажите, пожалуйста, как американский рынок вообще и американские потребители в частности оценивают саму индустрию прямых продаж? Какое отношение в Америке к ней? Индустрия прямых продаж в Соединенных Штатах Америки, уже давно устоявшаяся индустрия, ассоциация профессиональная прямых продаж в 2010 году будет праздновать свой 100-й юбилей. Поэтому, как я уже сказал, достаточно давно установившийся традиционный сектор американской экономики, и оперирующий, конечно же, по всем правилам, соблюдением всех юридических правил, рынок прекрасно понимает, о чем идет речь. Мы прекрасно понимаем, что творится на рынке, и рынок растет, растет. И мы намереваемся, на самом-то деле, несмотря на то, что работаем во многих регионах мира, продолжать рост собственной компании и на территории Соединенных Штатов. Тем не менее, чем отличается российский рынок прямых продаж, российские потребители, от потребителей и рынков других стран? Конечно же, каждый рынок является уникальным, существуют какие-то различия. Главной задачей, наверное, когда мы собираемся, начиная работу на новом рынке, это, конечно же, естественно, соблюдение всех законодательных положений, чтобы наши товары не противоречили законам, которые приняты в этой стране, и, конечно, чтобы они подпадали под рынок, пользовались спросом. В принципе, товары, касающиеся красоты, здоровья, косметика, наверное, подходят для всех рынков. Не нужно каких-то крупных модификаций в этих товарах. Тем не менее, если говорить о том, какие изменения все-таки делаются, с учетом особенностей различных рынков, нужно отметить, конечно же, наши товары по уходу за кожей, потому что в разных странах различные типы кожи, различные цвета кожи и так далее. Это, наверное, одна небольшая модификация. И, конечно же, мы совершенно по-разному работаем в разных странах. В каком-нибудь небольшом государстве достаточно основать крупный узел, из которого будет производиться доставка и рассылка наших товаров на всю страну. Но, учитывая размеры и масштабы России, просто необходимо создать несколько точек присутствия, много точек присутствия для того, чтобы успешно работать на российском рынке. Корпорация Amway за минувший год достигла оборотов в более 6 миллиардов долларов США. Россия стала одной из основных частей рынка корпорации Amway во всем мире. И о том, какие достижения у корпорации на рынке нашей страны, мы расскажем в нашем следующем сюжете. Российский филиал стал 57-м для корпорации Amway и начал свою работу в марте 2005 года. За истекший период оборот филиала превысил 100 миллионов долларов. Сегодня с Amway одним из лидеров индустрии прямых продаж сотрудничают более 300 тысяч россиян. В России открыты 8 торговых центров Amway – в Москве, в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону. На сегодняшний день Amway предлагает на российском рынке 70 видов продукции, включая популярнейшие косметические средства арчасти – продукты по уходу за телом, шампуни, пластьюны для волос, системы по уходу за полостью рта, а также большую группу разнообразных средств бытовой химии. Все товары Amway производятся только на предприятиях корпорации, расположенных в американском штате Мичиган. И оттуда поставляются в торговые центры по всему миру. В ближайшем будущем корпорация Amway намерена расширить количество своих торговых центров в России. Это означает, что потребительские продукты Amway для удовлетворения ежедневных нужд всей семьи станут доступными для еще большего количества россиян, проживающих в самых разных уголках нашей большой страны. Господин Девос, если говорить о технологиях прямых продаж, существует ли некий эксклюзив, которым оперирует Amway? Раскройте, пожалуйста, секреты вашего успеха. В принципе, вся работа в индустрии прямых продаж ведется одинаковыми способами. Никаких секретов из наших ноу-хау мы не делаем. Поэтому все ведется в достаточно прозрачном виде. Между прочим, интересно могло вспомнить один такой достаточно смешной случай из истории собственного отца. Когда-то, когда он начинал свою деятельность, был один человек, который хотел составить ему конкуренцию. Он пришел к отцу, а тот целый подарил ему просто-напросто стартовый набор. Но если ты хочешь начать конкуренцию, так начни по всем правилам, как надо, по крайней мере, с хорошей продукцией, с хорошими технологиями. Мне кажется, если что-то и отличает нашу компанию от остальных, так это та долгосрочная перспектива, которая находится, наверное, в стратегическом видении компании. Это наш главный фокус. Мы отпраздновали первую годовщину присутствия в России. Мы хотим, чтобы была и десятая, мы хотим, чтобы была и пятидесятая годовщина этого присутствия. Мы хотим, чтобы испытание временем, которое многие компании не выдерживают, для нас прошло бы успешно. Мы предлагаем достаточно уникальные вещи, например, гарантия компенсации денежной. В том случае, если продукция будет не по вкусу нашим клиентам, то же самое касается наших независимых предпринимателей. Если по какой-то причине у нас возникли проблемы, все деньги, которые они вложили в это дело, мы можем им вернуть. Мы хотим очень честно и достойно вести себя на российском рынке, потому что мы очень дорожим своей репутацией. И хотим, чтобы нашу репутацию распознавали и в России. Деньги есть деньги. Конечно, мы занимаемся бизнесом, мы хотим зарабатывать. Но для нас на втором месте также стоит забота о людях. Мы хотим, чтобы люди знали, что мы предоставляем им хорошую возможность заработать самим в первую очередь. И именно это, мне кажется, является тем, что выделяет нас среди подобных комплексов. Во всем мире существует многообразие различных товарных групп, сотни тысяч наименований конкретных изделий. Почему корпорация Amway выбрала как товары для прямых продаж именно косметику и продукты для здоровья? Мы выбрали именно этот ассортиментный ряд, именно эту товарную группу, косметика, красота и здоровье, по той причине, что это именно те самые продукты, о которых люди любят говорить. Люди все время говорят о косметике, о том, что они попробовали, что им понравилось, что им не понравилось. И вся эта информация очень важна. Эта информация важна на совершенно различных уровнях. Известные предприниматели, которые приходят к нам, обучаются, может быть, даже применению косметикой, чем они занимались. То же самое касается и продукции, и забота, и ухода с дороги. Все хотят знать, в чем заключается сущность этого продукта, не только сущность, так сказать, всю историю от А до Я. Дело в том, что ведь мы полностью контролируем наш процесс производства, от зернышка до конечного продукта, если можно так сказать. У нас существуют собственные фермы, на которых мы производим необходимые ингредиенты, мы сами собираем урожай, мы сами производим потом конечный продукт. И люди, которые занимаются продажами, прямыми продажами, рассказывают обо всем этом своим потенциальным клиентам. Это очень интересно, это гораздо интереснее, чем просто прийти в магазин, взять с полки какой-нибудь флакон и прочитать на нем скупую этикетку, которая мало что скажет. Благодаря этой интерактивности, вот этому способу общения между людьми, мы и выбрали, наверное, именно эту товарную группу. Корпорация прямых продаж – это достаточно особенная по своей структуре и по организации форма бизнеса. Что Вы можете сказать о корпоративной культуре, корпорации Amway и возможностях роста для тех независимых предпринимателей, которые стали частью системы Amway? Мы полагаем, что корпоративная культура нашей компании достаточно уникальна. В фоксе нашей компании всегда находятся наши клиенты, то есть независимые предприниматели. И наша задача сделать все возможное для того, чтобы они преуспели в своем независимом предпринимательстве. На первом месте всегда стоят они. Если они смогут достичь собственных целей, то в компании дела тоже будут идти хорошо. Корпоративная культура поэтому очень большое внимание уделяет тем, кто только-только присоединился к нашей компании, попал в тени независимых предпринимателей. Каков опыт этого человека? Что он знает о нашем деле? Как он достигает тех целей, которые перед собой ставит? Мы помогаем людям создавать собственный бизнес. И мы не должны об этом забывать, потому что если мы об этом забудем, вот тогда у нас нужно сотрудничество. В вашей корпорации существует этический кодекс индустрии прямых продаж. Как он трактует взаимоотношения независимого предпринимателя и его потребителя? Действительно, код, этический кодекс, достаточно детальный. Я, наверное, просто суммирую его сущность. У нас есть золотое правило, которое огласит общаться с людьми так же, как ты хотел бы, чтобы общались с тобой. Необходимо уважать клиентов, покупателей, необходимо давать должное их нуждам, их желаниям и так далее. Это золотое правило, если его придерживаете, то все будет в порядке. Потому что если ставить на первое место себя в бизнесе, а не клиента, не покупателя, то вот тогда у компании, гарантирую вам, очень быстро начнутся трудности. Действительно, кодекс, этический кодекс нашей компании, достаточно увесистый, объемный материал. Я все время о нем веду беседы со всеми нашими независимыми предпринимателями, где бы я ни был. В России я тоже немало об этом говорил. Потому что очень важно, чтобы люди придерживались тех правил, этических правил, которые существуют в компании, не нарушали законы, не нарушали законы, работали в рамках какой-то законодательной и этической базы. У нас существует возможность и методы исправления ошибок, в том случае, если они были допущены. Мы можем попытаться, мы можем помочь человеку стать, что называется, на путистами вернуться опять к правильным методам ведения бизнеса или, в исключении необходимости, наказать провинившихся, если нет других средств. Потому что мы очень и очень заботимся о том, чтобы с этической точки зрения компания была безупречна. В этом мы считаем долг нашего успеха. Проблемные места, все же, для многих компаний прямых продаж, это нарушение, может быть, связи между офисом компании и независимыми предпринимателями. Отсутствие постпродажного такого поддерживания независимых предпринимателей, постпродажной поддержки. Это гарантии, сертификации, возможность обмена товара или получения денег взамен. Есть еще один немаловажный аспект, это взаимоотношение самих независимых предпринимателей, в данном случае по отношению к России, с налоговой системой нашей страны. Насколько вот это регулируется и контролируется АМВН? В данном случае на помощь битнесу приходят современные технологии. Благодаря имеющимся технологиям мы в состоянии отслеживать каждый заказ, каждую сделку, которая совершена. Мы знаем, кто купил какую продукцию, где была совершена покупка. Таким образом, мы находимся достаточно близко как к нашим независимым предпринимателям, так и к их клиентам. Мы помогаем совершать сделку с тем, чтобы уважение, достоинство покупателя было соблюдено, не было каким-то образом ущемлено во время этого бизнеса. Благодаря той же самой технологии мы прекрасно знаем финансовую сторону дела. Мы знаем, сколько товаров подали наши независимые предприниматели. Мы в состоянии почитать это количество и подать соответствующие документы в налоговые органы. Потому что хорошие, порядочные, добропорядочные граждане должны платить налоги. И это касается всех, это касается любых стран. Именно таким образом мы ведем работу практически везде, где возможно подобные технологические налогистики. И мы считаем, что очень важно, придется не только этических, но и, конечно же, законных требований, законной среды того общества, в котором живешь и работаешь. Вы с самого начала нашего разговора излучали серьезный оптимизм по поводу планов вашей компании в России. Я хочу пожелать вам успехов. И все-таки скажите, какие новости, приятные новости и новинки продукции ожидают российских независимых предпринимателей, работающих в системе Amway и их потребителей? На сегодняшний день мы запускаем в наш ассортиментный ряд мультивитаминные и мультиминеральные добавки. Это линия продуктов, которая называется Nutrilite. Мы очень этому рады. Хотя, в принципе, она, конечно, представляет не очень большую часть нашего сортиментного ряда. Но мы надеемся, что все это будет расширено в дальнейшем. Мы собираемся пополнять и расширять наш товарный ряд в таких линиях, как артистит, уход за кожей лица, и вообще косметика, уход за волосами и так далее, и так далее. Говоря о более отдаленном будущем, система очистки воды и очистки воздуха, проблема, с которой сталкиваются жители крупных городов, это, конечно же, загрязнение окружающей среды. Мы хотим помочь людям пить более чистую воду и дышать более свежим воздухом. Но, как я уже сказал, это, наверное, уже прицел на более далекое будущее. Я благодарю за беседу и напомню, что гостем «Сферы интересов», участником нашей программы, был господин Даг Девос, президент корпорации Amway, одной из крупнейших на мировом рынке прямых продаж. Вы смотрели «Сферу интересов». Наш партнер – журнал «Egoist Generation». Программу вел Сергей Казинец. Всего доброго и удачи.